Кто-то пишет, кто-то с равного равен 1981, кто-то с равного Россию женщиной в сексуальном смысле. Мне довольно трудно, потому что есть разные уровни сравнений и метафор. И да, у нас родина мать и образ Богоматери, как образ России, он всегда был очень женственным. Но вы знаете, вот как бы... Сейчас твоя фамилия выглядела из головы, очевидно, фамилия человека, который написал первое исследование по авторитарной личности. И вот бывают у меня провалы, простите. Он когда-то сравнивал нацистскую культуру. Он считал, что с точки зрения... Адорна, Адорна, фамилия Теодор Адорна. Он считал, что нацистская культура – это культура гомосексуальная. Культура гомосексуальная, в которой женщина понимается как некий механизм национальных предаток для продолжения рода. Вот если продолжать мысль Адорна, то, к сожалению, обидитесь вы, конечно. Ну, я, в общем, всегда считал Россию страной анонизма, как главной формой человеческого существования. Потому что в среднем, как себя ведет мужчина, который не чувствует того самого телесного удовольствия от секса со своей женой или с партнершей. Ну, как он? Он фактически занимается анонизмом. То есть он занимается сексом с неким телом, мечтая при этом о другом. Поэтому мы всегда уже на протяжении бесконечного количества десятилетий мечтаем о другой жизни и ничего для этого не делаем. Продолжаем тереть сами себя руками и не вступаем в сексуальные отношения с реальностью. Наша реальность как бы не существует. Она существует вот внутри домов, квартир. Она такая, мы говорим, только маленькую я тут спрячусь, сделаю такую маленькую реальность и в ней буду прятаться. А вот что там на улице, мусор валяется. Грязь, безобразие, это меня не касается. Вот это меня не касается. Меня касается только мой собственный член, мой собственный клитор. Вот я сижу и тру его. Вот как-то так я воспринимаю. Я не воспринимаю Россию как женщину. Я воспринимаю Россию как великого анониста. Или мазохиста. Ну, это одно и то же. Там нужно поставить перед собой грабли с удовольствием. Как на педаль на них давить. Ну, бах, 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 бах. И ты в конце концов начинаешь получать от этого удовольствие. Можно теми же граблями, в общем, тереть себя между ног. Ну, черенком. Я не при жестокости, нет, боже мой, спасибо. Не знаю, устраивает вас такой ответ. Потому что... Ну, все равно, что вы мне не говорите. Но Россию очень трудно было назвать женщиной в Великой Отечественной войне и в революции. У меня есть тайное подозрение, что она... Нет у меня статистики. Но она выражается и чисто... На чисто практическом плане. Потому что... Ну, я не знаю, по разным проблемам за последние лет пять. По поводу всяких разных своих там подозрений, фантазий. Ко мне очень много людей разных. Молодых обращалось. И, скажем... Я не знаю. Я думаю, что не меньше человеку пятидесяти за последние два года мне говорили. Что-то вроде... Вы знаете, этого старого анекдота про Буратино? Ну, его нафиг. В смысле... Ну, ее нафиг эту Мальвину. Шкуркой гораздо приятнее. Я боюсь отношений. Я боюсь... Не хочу ни за кого отвечать. Я хочу... Тихо сидеть в своей норе и тереть себя шкуркой. Ну, простите меня за грубость. Продолжение следует...